Ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина еще долго будет самой обсуждаемой темой. В этот раз глава государства отвечал на вопросы российских и иностранных журналистов в течение почти четырех часов. Президент России затронул множество актуальных тем, волнующих россиян в уходящем году. Внешняя политика, ситуация в экономике, пенсионная реформа, межбюджетные отношения, модернизация системы переработки твердых бытовых отходов. Эти и другие вопросы звучали в центре международной торговли, где Владимир Путин традиционно встречался с журналистами. Много внимания было уделено экологическим проблемам, качеству питьевой воды, так называемой мусорной реформе. Глава государства отметил, что вопросами утилизации не задавались десятилетиями со времен СССР. Скопилось огромное количество мусора, переработать который можно только с помощью современных технологий. Задача первостепенной важности – ликвидация незаконных свалок, создание соответствующей инфраструктуры. До 2024 года по всей стране построят 200 мусороперерабатывающих заводов. Напомним, у нас в республике этой проблеме уделяют большое внимание. Чувашия вошла в число пилотных регионов, по-новому решающих задачи экологической безопасности. Многих волнует переход всех регионов на цифровое телевидение. Не возникнут ли проблемы из-за перехода на цифру в отдаленных населенных пунктах, спрашивали журналисты. Владимир Путин успокоил. Переход будет постепенным, действовать будут очень аккуратно. За ходом пресс-конференции следили и на местах. Подобные встречи главы государства с журналистами – отличная возможность для правительства страны и региональных властей скорректировать свою дальнейшую деятельность и правильно расставить акценты. Наш президент открыт для диалога, открыт для позиционирования разных проблем, разных точек зрения. И он готов слышать. Собственно, о чем это говорит? О том, что проводится системная работа, и несколько раз было произнесено, что мы должны сделать прорыв, что должен быть прорыв в развитии и нашей экономике. И для меня, как для человека, который работает в Комитете по образованию, науке было здорово, что среди всех 12 национальных проектов, на которых предусмотрено более 20 триллионов рублей, он выделил именно образование и науку. У нас теперь появятся дополнительные федеральные деньги на реализацию новых образовательных проектов и расширение старых проектов, которые уже себя зарекомендовали. У нас появится в Новочебоксарске Кванториум, у нас появится в Канаше IT-куб, у нас появятся новые школы. И мы надеемся, что нам даже быстрее получится реализовать ту программу, которую утвердил глава республики Михаил Васильевич по строительству и реконструкции школ. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика.